Две недели назад зоозащитники Петербурга подняли шум в связи с инцидентом в одном из контактных зоопарков города. Семь енотов, якобы покусавших посетителей, изъяли из зоопарка и поместили в ветеринарную клинику. После проверки в отношении должностного и юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, а судьба изъятых енотов будет решаться после карантина и курса реабилитации. Однако тем, кто увлекается животным миром, хорошо известно, что еноты – животные очень социальные, им постоянно необходимо внимание и общение хозяев, которые вряд ли обеспечат в нынешних условиях содержание. Между тем, скандальная история стала катализатором для депутатов Госдумы. В новой редакции законопроекта об ответственном обращении с животными появились строки, которые фактически упразднят деятельность контактных зоопарков. Так, физический контакт с животными будет возможен только в том случае, если зверь находится в клетке или вольере. Определенный контроль за работой подобных зоопарков необходим, так считают даже сами владельцы таких мест. Законопроект, конечно же, нужен, потому что деятельность контактных зоопарков сейчас никто не регулирует. То есть у нас есть только ветеринарные нормы, которые все должны придерживаться. Но закона как такового нет. Нет такого понятия – контактный зоопарк. Они появились сравнительно недавно. И закон нужен. И закон нужен, который будет регулировать именно эту деятельность. Как бы вот мои пожелания, чтобы я видела в этом законе – это чтобы у каждого животного был просторный вольер, а не клетка. Зоопарк должен быть, любой зоопарк, он должен быть эталоном комфортного содержания животных. Человеческий фактор – вот что важно в работе с животными. Забота о каждом питомце гарантирует прекрасное состояние зверушек. А сопровождающий специалист зоопарка, который расскажет каждому посетителю, как обращаться с братьями меньшими, проследит, чтобы дети не поранили и не уронили зверя. И чтобы зверята, в свою очередь, ненароком не поранили посетителя. В таком взаимодействии под присмотром грамотных сотрудников посещение превращается в сказку. Если животных не брать на руки, их не тискать, чего мы не позволяем в нашем зоопарке, то животное не испытывает стресс. Мы разрешаем гладить по спинке, малышей совсем мы берем за ручку и показываем, что надо гладить аккуратненько по спинке, не трогать ушки, не трогать глаза, только по спинке. И даже вот на примере кролика, он сидит спокойно, когда его гладят по спинке, как кошечка, он не убегает. Кролики, когда не чувствуют опасности, они сами идут на контакт. Уход за животными требует немало времени и средств. Один только енот Форест, любимец публики, обходится в 10-15 тысяч рублей в месяц. Корм премиум класса, постоянное наблюдение у ветеринара, игрушки – все это не только гарантия хорошего состояния зверей, но и безопасности общения с ними для посетителей. Устоять перед очарованием маленьких пушистых питомцев не в силах даже взрослые брутальные мужчины. Вот и наш оператор не отказал себе в удовольствии отдохнуть под действием кроликотерапии. Начинать день с кроликотерапии не только приятно, но и полезно. В правильном контактном зоопарке, где ухаживают должным образом за местными обитателями, общение с животными превращается в удовольствие не только для посетителей, но и для самих зверушек. Не каждый может отвезти ребенка в деревню сейчас. И в деревне-то животных мало осталось. Не каждый может завезти дома зверушек. А с животными, безусловно, надо из детства детей приучать. К нам просто приходят детишки из больших городов, и они абсолютно не знают, как себя вести с животными, и они боятся даже кроликов. Некоторые даже не знают, что это кролик. Они называют его собачкой или кошечкой. То есть животное, которое они постоянно видят. А вот таких кроликов они ни разу в жизни не видели. Вот. И если с детства ребенка приучать, то же даже самого маленького, ему один, два года, три, если правильно показывать, как нужно общаться с животными, что можно погладить, что нельзя чужое животное взять просто так на руки и нести его, и уронить. А просто можно погладить. То ребенок, мне кажется, с самого детства у него формируется правильное отношение к животным. Сразу после скандала в Питере природоохранная прокуратура Рязанской области проверила трогательные зоопарки нашего города. В том, где сегодня находимся мы, никаких нарушений не выявлено. А директора попросили внести свои предложения и пожелания, которые учтут при разработке законодательной базы, контролирующей деятельность трогательных зоопарков.